МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Продал гараж и перевел деньги мошенникам. 56-летнему ангарчанину позвонил неизвестный, представил сотрудникам банка и рассказал, злоумышленники пытаются снять деньги на одобренный ему кредит, якобы оформленный по доверенности. Мужчина, следуя инструкциям для отмены займа, продал свой бокс в автокоперативе и отправил афериста 1 170 000 рублей. После этого злоумышленники на связь не выходили. Продолжается работа по подготовке к пожароопасному периоду в следующем году. В частности, создают и обновляют минерализованные полосы. Населенный пункт очищают от мусора и сухорастительности. Обработанная площадь составляет более 9 тысяч гектаров. Активнее всего работу по обновлению полос проводят в том числе и в Ангарском городском округе. Нарушение аппетита, частая смена настроений и осенняя хондра. Эти, не только эти, ментальные расстройства регулярно испытывают жители Иркутской области. По данным одного из исследований, около 3% от всего населения Прибайкаль ежегодно попадают на приемы в психдиспансер. Синяя, маленькая, машина не ебанная, называется. Лихо определяла направление движения молодая женщина. В Баратске она посчитала, что водитель грузовика обязан ее пропустить. И подобных историй с натянутыми нервами в последний месяц при Байкале зафиксировано великое множество. Страдали и водители общественного транспорта, и животные. Специалисты наблюдают рост психологических расстройств у жителей Прибайкаля, вне зависимости от возраста и социального статуса. Достаточно много обращаются пациентов. С каждым годом рост, конечно, есть. Динамика такая. Около 75 тысяч человек с диагнозом психическое расстройство обращаются в психодиспансеры Иркутска и Иркутска области. То есть это где-то 3... А как это? Нет, это ежегодно. То есть это где-то 3% от всего населения Иркутской области в год. Это что касается врачебной психотерапии или психиатрии. По словам специалистов, на добровольный поход к таким врачам человека подталкивают уже серьезные прогрессирующие течения ментального расстройства. На начальных этапах развития, например, депрессии или апатии, люди сами пытаются ответить на вопрос, как можно себе помочь. Благо для этого сегодня существует и развивается огромное количество онлайн-ресурсов. Люди интересуются своим душевным состоянием все активнее. Главное найти правильный источник знаний. Много популярной психологии это не значит, что это хорошо в целом, но она хотя бы привлекает внимание. Потому что есть психологи, достаточно квалифицированные, адаптированные для населения, а есть психологи, конечно, которые пытаются на проблемах людей пропиариться или заработать какие-то баллы и средства. Но это, наверное, не всегда хорошо, но в целом психология развивается. Более того, до 2030 года по программе Всемирной организации здравоохранения должен быть завершен сбор фактических данных о психологическом состоянии жителей Земли и проведены исследования. В дальнейшем по этим данным будут разработаны методики в области охраны психологического здоровья. Но важно помнить, что порой стоит просто отдохнуть от любых данных, устроить себе информационный детокс и чаще бывать на свежем воздухе. Альберт Идомнин, при содействии НТС, новости 360, Ангарск. В Суворовское военное училище Минобороны России посетили депутаты законодательного собрания во главе со спикером парламента при Ангаре Александром Ведерниковым по приглашению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Парламентарии осмотрели центральную аллею перед зданием, на которой представлены 14 бюстов героев-летчиков-уроженцев региона. Это первое Суворовское училище в Сибири. В этом году приняли 180 курсантов. Всего будут учиться 420 человек. В программе обучения не только общеобразовательные предметы и начальная военная подготовка, но и основы летного дела. Для этого в учебном корпусе оборудовали многофункциональный интерактивно-образовательный комплекс воздушно-космических сил. Напомним об идее создания училища. Губернатор Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину летом 2020 года. Тогда глава государства дал поручение Министерству обороны и правительству Иркутской области проработать вопрос об организации учебного заведения. Александр Ведерников поблагодарил губернатора за реализацию воплощения в жизнь инициативы и выразил уверенность в том, что Иркутская область будет гордиться выпускниками Суворовского училища. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Экотранспорт. Сертифицированный автосервис. Компьютерная диагностика и техобслуживание электрических, гибридных и любых легковых автомобилей. Профессиональный ремонт ходовой части, двигателя и автоэлектрики. Автосервис Экотранспорт в Ангарске. 108-й квартал Строение 8. Звезды Петербургской опереты в легендарном мюзикле «Призрак оперы». 31 октября. Иркутск. Тюз. 1 ноября. Ангарск. ДК «Современник». Легендарная рок-опера «Юнона и Авось». 11 ноября. ДК «Современник». Ангарский филиал ОГКУ КЦ Иркутской области. 26 октября в 14.00 проводит ярмарку вакансий. Приглашаем граждан, ищущих работу по адресу. Улица Ворошилова, 65, Актовый зал. 14 знаков туристической навигации появятся в Ангарском округе. 8 из них установят в городе, 6 на федеральной трассе. На табличках укажут названия самых часто посещаемых мест в городе. Набережная, кафедральный собор Святой Троицы, памятник воинам, победителям и первостроителям, и музеи. Также знаки будут указывать направление движения в сторону лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» и парка деревянных скульптур «Лукоморья». Таблички появятся на улицах города до конца октября. Они соответствуют всем необходимым стандартам. Бронзовую награду всероссийских соревнований по боксу «Олимпийские надежды» завоевала ангарчанка Варвара Холопкина. По итогам формировали сборную команду России по боксу. Турнир проходил в Серпухове. С момента торжественного открытия зала «Витязь» в микрорайоне Цементный прошло меньше месяца, а здесь вовсю проходят тренировки. За очень короткое время на занятия боксом записались полсотни мальчишек и девчонок. Одну из них Варвару Холопкину новичком не назовешь. Можно сказать, что спортсменка по своему возрасту вполне титулованная. На всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», которые проходили в Серпухове, она завоевала бронзовую медаль. Самая сложная соперница была в третьем бою. Она, получается, победительница прошлого года России. Тренер девушки Валерий Иванов отмечает, что соперниц Варвара была самая молодая. Возраст еще небольшой, 14-15 лет. У нас в следующий год, 24-й, мы будем опять восьмой и девятой. То есть со старшим. Сейчас со старшим. То есть все участницы, с которыми мы боксируем, они все восьмого года. До открытия зала бокса «Витязь» в Цемедном Варвара занималась в спортшколе «Сибиряк». Сейчас оттачивает мастерство около дома. И результаты есть. Девушка в ходе в сборную страны. Для нас, конечно же, это праздник. Очень примечательно, что Варвара тренируется вновь открывшемся в зале, является уроженкой цен поселка. Варвара будет являться большим примером для ребятишек в данной области. И будет нести свой пример. Будем надеяться, что дальше будет радоваться. Радовать нас хорошим боксом, хорошими результатами. Ну а мы со стороны Федерации приложим все усилия, чтобы помочь ей в этом. Сейчас Варвара готовится к турниру, который пройдет в Краснокаменске в следующем месяце. А пока заслуженное поздравление. От лица Федерации бокса и от всех ребят поздравляем тебя, Варвара, с твоим результатом, с достижением. Ксения Высоцкая, Альберт Омнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Листвянке пасмурно, мелкий дождь. Днем температура воздуха составит 6 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 1. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Готовка к экзаменам, грамотное обучение и профессиональные инструкторы. Профи в 19, 6, 29 и 12 А микрорайонах в 182 и 73 кварталах. Автошкола профи. К нам приходят, от нас уезжают. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник преимущественно пасмурно, возможно, небольшой дождь. Днем 8 градусов, ночью минус 4. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангаро Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Осторожно, обман! Вам позвонили с неизвестного номера? Представились с сотрудником службы безопасности банка? Сообщили, что вашу банковскую карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации? Запомните, настоящий сотрудник банка никогда не спросит номер банковской карты, CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Цифровой полис ОМС или полис обязательного медицинского страхования заменяет бумажную или пластиковую версию полиса. Он сделан для того, чтобы получать медицинскую помощь стало проще и удобнее. Цифровой полис выглядит как обычный штрих-код. Он формируется на госуслугах и хранится в вашем смартфоне или на электронной почте или в личном кабинете на госуслугах. Теперь полис ОМС можно показывать с экрана вашего смартфона или при необходимости распечатать в виде штрих-кода. Оформить полис ОМС можно в МФЦ, в страховой компании, а также на сайте госуслуг, если есть подтвержденная учетная запись. Вам нужно выбрать вкладку «Документы», затем слева «Здоровье», затем «Получите данные о своем полисе ОМС» и кнопку «Запросить». Оформление занимает считанные минуты, и штрих-код появится в разделе «Документы здоровья» в течение 15 минут, а в исключительных случаях до 5 дней. После этого его можно сфотографировать или сохранить. Если вы ранее полис не оформляли, то сделать это можно также в МФЦ, в страховой компании и через госуслуги. Нужно выбрать на верхней панели вкладку «Здоровье», затем слева «Управление полисом ОМС», затем «Начать», выбираем кому, заполняем анкету и отправить запрос. Полис будет сформирован в течение суток. Так как цифровой полис мы ввели для удобства, то бумажные и пластиковые полисы менять не нужно. Они имеют единые номера, и вы можете пользоваться тем, что удобнее вам. Бумажные и пластиковые полисы ОМС продолжают действовать и замены не требуют. При обращении за медпомощью вы можете предъявить тот документ, что есть у вас под рукой. Штрих-код цифрового полиса на экране смартфона или российский паспорт для детей до 14 лет – свидетельство о рождении. Возможно, в информационной системе указаны неактуальные персональные данные, например, у вас новая фамилия. В таком случае следует обратиться в свой территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию и сообщить свои обновленные персональные данные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова